Новый этап проекта Молодой Гвардии Единой России «Политический трамплин» прошел сегодня в администрации города. Молодые начинающие политики после завершения народного голосования на информационном ресурсе «Живем на Севере» сдавали тестирование по русскому языку и основам права. Трудные ли были вопросы, расскажет Тимур Чешков. «Политический трамплин» — проект для молодых, только начинающих политиков нашего города, перешел в активную фазу. Первые две стадии, а именно период подачи заявок и интернет-этап «Народное голосование» завершились. Сегодня все участники проекта могли познакомиться друг с другом и приступить к тестированию. Сегодня у нас тесты, тест по русскому языку и тест по основам правовых знаний. Время выполнения теста по 15 минут каждый. Тесты, так скажем, являются такими определяющими по выбору образовательной программы. То есть никто не будет отсеиваться в ходе тестов, все пройдут, тут бояться не надо. Вопросы для участников проекта выбирали непростые. Молодой политик должен быть готов к сложностям. С тестированием справились все участники. Для прекрасной половины политического трамплина легче всего дались вопросы по русскому языку. А вот с правом возникли трудности. Вопросы были сложными, надо знать конституцию на ура, потому что вопросы были каверзные. Справилась я более-менее хорошо, в принципе, с собой довольна. Конечно, сложнее по праву, потому что, наверное, в обычной жизни мы с такими вопросами не встречаемся, и их не приходится решать самостоятельно. Ну, для меня самими сложными вопросами, наверное, были те, которые касаемо финансов. Были вопросы, ни один вопрос вызвал затруднения. Ну, еще раз повторюсь, особенно по праву. Для меня это было сложновато. А для мужской половины участников проекта было легче найти ответы на вопросы права, чем вспомнить школьную программу по русскому языку. Легче мне было именно с вопросами правовой грамотности, потому что это больше такие вопросы, которые встречаются каждый день с русским языком. Ну, русский язык тоже каждый день встречается, но правила, они забываются со времен школы, а как бы правовая грамотность, она нужна нам каждый день, чтобы знать и не нарушать. Уже 25 января на открытом заседании Городской думы, которая пройдет в Доме культуры «30 лет победы», официально начнется образовательная программа проекта, в которую войдут семинары и работа с наставниками. Тимур Чешков, Григорий Волков, программа «Время местное».